Здарова, Старый Ник! Здарова, пацаны! Здарова! Старый Ник? А ты чё здесь делаешь ещё? Меня разработчики оставили ещё на сутки. Нифига себе! Ёлы-палы! Офигеть! Старый Ник ещё с нами на целый день! А также лучшее событие в Ласт Дэй! Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем. Это последний день на земле. Как ты уже заметил, календарь событий изменился. Новогодний беспредел, или как он там назывался, в общем закончился ивент. Но Старый Ник ещё здесь на целый день. То есть у нас есть небольшая, совсем маленькая возможность добить какие-то награды, если ты что-то не успел забрать. Ну и ну и получить парочку подарков от Ника. От аптечки до штурмовой винтовки. Оп! Хорошо, да? Да, к сожалению, двух локаций уже нету. Они исчезли вместе с ивентом с этим новогодним. Но если у тебя есть что-то из этих ресурсов, уже нафармленное, накопленное, как вот у меня было, то как бы можно закинуть и добить что-то чуть-чуть. Ништяк! Ещё один. А ещё один? Не, стопудово не насобираем. Даже не буду гвоздики тратить. Слушай, прикольные, прикольные подарочки. Причём здесь написано набор с реагентами, да? А здесь подарок от Ника. Хыбищ! Блин, ну неплохо! А что дальше? Что у нас по обновлению? Пока непонятно. Но я надеюсь, мы ждём с тобой продолжения. Уже совсем скоро. Продолжение отголосок прошлого. Акт третий. Ну а пока продолжаем фармить сезон. Ну и календарь событий, который меняется каждый день практически. И что сейчас? И сейчас лучшее событие. Просто лучшее в игре Last Day. Ну, по моему скромному мнению. Арену упускать не надо. Если ты новичок, ты не заберёшь эти две папки. Почему? Ну потому что тебе надо минимум 15 хороших стволов. Либо штук 20 нехороших, да? Это много, конечно. Если совсем без модов, это вообще жесть. Если у тебя нет вот этого скилла, ещё один карман, это жесть полная. В общем, чё я рассказываю? Проще зайти на канал, ну или просто на YouTube. И в поиске вбить Last Day Arena. И здесь будет Событие Арена без модификаций. Всё красиво разбито на эпизоды. Для твоего удобства. Проходим Событие Арена без доната. Новичок и Арена в Last Day. Ну и сравнительно недавно спидран Событие Арена Last Day. Ну то есть спидран, да? Меньше 10 минут я потратил. Очень мало стволов. Я надеюсь, эти ролики тебе будут полезны. Ну а если покороче, туда надо гранаты, либо гранатомёт. Я рекомендую гранатомёт, потому что им будет полегче. 1-2 комплекта брони. Лучше, конечно, чтобы это был спецвойск, но прекрасно можно справиться и в военной броне. Ну и, конечно же, огнестрел. Куда ж без него? Автоматы АК на одного босса. Если у тебя вот такой скар, этот скар вообще всех уничтожает. Блин. Ну потому что это самое крутое оружие в игре Last Day на данный момент. Стволы Генезис на второго босса. Какие лучше всего? Лучше всего вот эти миротворцы подходят. Они просто космические, эпические. Ну и вот такие ВСС Винторезы на третьего босса. Грубо говоря, тебе надо 9 стволов. Вот посмотри, у меня 9, да? И 1 гранатомёт. Ну либо 20 гранат, так просто с запасом. 2 стак хила. Стак морковки, стак аптек. Всё, этого хватит. Этого хватит вообще просто до безобразия. Поехали рубанём моего самого любимого босса. Почему самый любимый? Сейчас узнаешь. Очень классный ивент. Благодаря ему я выбил последние 2 модификации, которые долгое время не мог выбить. Штык-нож. Вон он, проникающий удар даётся, да? И на мачету разрыв сухожилий. Я обожаю вот этого красавчика. Почему? Да потому что он изишный. Вот это, грубо говоря, самый простой. Потому что он действительно лёгкий. Он не вызывает застранцев-помощников, на которых тебе и нужен гранатомёт или гранаты. И, собственно, второй карман, да? Чтобы вот так мочь бегать. А вот эти, Дикий Джесси и Красотка Бетти, вызывают этих застранцев. Но Дикий Джесси, по сравнению с Красоткой Бетти, в 2 раза меньше хп у него. Поэтому это мой самый любимый босс. Да, если у тебя резонатор, тебе вообще на всё настрать. Резонатор и один справится. Ну, как бы видишь, да? Промахи, промахи. Ну, парень простой. Ёл-пава. Если вот этим стволом вообще жесть. Он ещё и затупливает вещь, он меня ударить не может. Безобразие, безобразие. Я так рукожопой сейчас вообще это всё делал. Ну, и, собственно, вот они в деле наши гранаты, да? Толпа вот этих вот охотников. Чё, куда напал? Опасный Билл, ёл-палы. Этот вызывает слезняков. Начиная со второго левела. Да, миротворец, он вообще против всех боссов рули. Реально. Если у тебя есть миротворцы, вот просто возьми их и готово. Но тогда ты в 9 стволов можешь не уложиться. Потому что потому, да? Опасного Билли повышенный урон у него от ВСС. Блин, я случайно нажал не того пацана, слушай. Вот, дикий Джесси, он нам нужен. Поехали. Красотка Бетти. В два раза больше уровень жизни. Потом вот так бежим, вот так кидаем, ждём, ждём, побежали. Я даже под гранатой не попал. Но граник всё-таки легче. Давай этим. У этого просто промахи, да? В чём косяк? А у пистолетика вообще нет промахов. Не, ну изи, да? Ну, а я о чём? Давай граник возьмём. Очень простой парень. Косяк. Теперь вот так и оп. Один застранец не попал под граник. Не страшно, блин. А чё делать, если без таких стволов? Ничего не делать. 15-20 тебе потребуется огнестрел. Поэтому я и говорю, новичку забрать модификации не заберёшь ты их. При определённых условиях только заберёшь. Оп. Хорошо, да? его ещё и граником задело. Давай всё-таки назад свой миротворец возьмём. Это отстой полнейший. Оп. Хорошо, да? И сейчас, если мы красиво будем, то, может, даже пацаны вторые не прибегут. Выстрел, отшаг, выстрел, отшаг, выстрел, отшаг. Он даже не может понять, короче. А вот сейчас я специально остановился, чтобы он пацанов не вызвал. Да, это минимальные затраты, чё уж там. Ну и как бы всё, да? Можно остановиться, в принципе. Что я сейчас сделал на твоих глазах? Взял хорошую минималку для любого новичка. Электроника это реально топ, её достаточно сложно получать, а она тебе нужна. Масло, масло на хард-режиме бункера альфов прекрасно тебе будет идти. И это прекрасно ты сделаешь. Суть простая. Либо досюда, либо досюда, либо досюда идём. Типа того. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Ещё не подписался, подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК, Печка ТВ есть везде. Смотри там, где тебе удобно. Ласт Дэй Арена просто вбей на Ютубе в поиски и увидишь мои видосики, которые я уже по ней снимал. Там и для новичков, там я и без модификаций прохожу. По-всякому. По-всякому. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке ТРОВа и на Ютубе. Удачной тебе арены. Пока-пока. Продолжение следует...